Всем привет, дорогие друзья! Сейчас мы попробуем установить данное защитное стекло на данный LG Nexus 5. Я надеюсь, у нас это получится. Итак, мы начинаем. Поехали! Люблю я устанавливать стекла, пленки для того, чтобы это хорошо и качественно сделать. Нам понадобится немножко терпения и, соответственно, более-менее прямые руки. И все будет зависеть от качества стеклышка, который нам прислал китаец. Почему зависеть непосредственно от стекла? Потому что хорошие стекла хорошо устанавливаются, плохие стекла плохо устанавливаются. Давайте примерим небольшой такой лайфхак перед тем, как что-либо сделать. Конечно же, в первую очередь надо все это дело приблизительно посмотреть, как это все будет дело смотреться, совпадают ли у нас датчики, совпадает ли у нас камера. Вроде как совпадает. Итак, стеклышко пока в стороночку. Нам надо снять защитную пленку с экрана. Для этого мы будем применять вот такой вот скотч. После того, как мы сняли стекло, мы с вами видим, что... Вернее, не стекло, а пленку, что она оставила достаточно большое количество клея. Для этого нам понадобятся спиртовые салфетки, для того, чтобы это все дело хорошо протереть от клея, соответственно. Даже не хочет протираться, потому что очень-очень много клея. Прям слой клея. Все это дело удаляем. О, как... Пленка, друзья, была приобретена в большом магазине под названием Связной. Вот такое вот говно там продают, друзья. Никогда не покупайте аксессуары в Связном. Не повторяйте наших ошибок и ошибок других пользователей. Почему? Потому что, в принципе, там продают все тот же Китай, только по более высокой цене. И, как можете видеть, я неоднократно говорил в своих видео о том, что... Качество материала зависит от цены. Так вот, приобретая товар в Связном, не побоюсь этого слова, вы переплачиваете в 10 раз то, что можете купить на Алиэкспресс, пройдя по ссылкам в описании, если вы будете смотреть те или иные видео на YouTube, в том числе и наши. Вот такая вот пленочка, да, получается. Пленочка от клея под пленочкой у нас имеется. Это на самом деле ничего хорошего в этом нету. Я думаю, что минут на 10 это все у меня займет. Вы, конечно же, увидите конечный результат. Ну что, друзья, мы подготовили, соответственно, наш смартфон. Сняли слой клея с экрана. Друзья, да, это полный зашквар, конечно, такие пленки. Какая у нас была установлена, никому не буду рекомендовать, как говорится. Сейчас будем устанавливать стеклышко. Как всегда, предупреждаю всех и себя, собственно, в первую очередь. Предустановка любого защитного покрытия на любое, в принципе, устройство. Надо тщательным образом обезжирить его, зачистить от пыли, протереть очень внимательно края устройства. После этого начинать процедуру установки защитного стекла. Камере, по датчику и по микрофону. Берем защитное стекло, в сторонке сдуваем с него пыль. После того, как готовы к установке, снимаем защитную транспортировочную пленку. Держим слоем вниз. Выравниваем по углам. Смотрим, чтобы у нас кружочек разговорного динамика был посерединке. После этого опускаем наше защитное стекло на непосредственно экран смартфона. После этого плавными движениями в края начинаем протирать наш экранчик, для того, чтобы стеклышко у нас еще больше зафиксировалось на этом самом экране. Если вы проделали все согласно моим советам, то с вероятностью на 99% ваше стекло будет установлено должным образом, и вы сможете обезопасить свое устройство при падении, при нанесении царапин. Не надо будет менять экран, а всего лишь поменять защитное стекло. Большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Подписывайтесь на канал. Конечно же, вступайте в группу ВКонтакте. Напоминаем вам, что у нас есть купонный сайт gadgetmania.ru. Место, где вы можете экономить на покупках в интернете. Все полезные ссылочки, в том числе на стекло и на магазин, где продаются действительно хорошие качественные стекла, будут в описании под этим видео. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok